Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Разворот». Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Евгений Копеин. И сегодня у меня в гостях главный редактор портала «Имхаклаб.ЛВ», журналист Юрий Алексеев. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте, Илья. Телефон на прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9, 672-13-93-9. Звоните нам, также пишите в WhatsApp 230-6191. Код Латвии, кстати, плюс 371, так что можете звонить к нам в эфир и из-за рубежа. Но давайте начнём с Карабахской проблемы. Конфликт перешёл в острую фазу. Фактически там идёт полномасштабная война с применением всех видов техники, включая тяжёлую артиллерию и систем залпового огня. Вот для вас удивительно такое развитие событий? Нет, неудивительно. Дело в том, что я детство провёл в южном городе Краснодаре. Это Кубань, это Северный Кавказ. То есть там за Кавказский хребет переедешь, и вот уже вам и Карабах начинается. То есть Карабах в общем смысле слова. То есть и вот я, когда в 1991-м, это раньше началось, когда в конце 80-х годов начал рушиться Советский Союз, я знал, что будет именно так. Дело в том, что... Вот я специально выписал кавказские народности, которые живут на Кубани, на Северном Кавказе. Ну там так, Краснодар – большой город, разделённый рекой Кубань. С одной стороны, это РСФСР была Россия, переезжая через Кубань, Адыгейская, АССР. То есть в составе Краснодарского края уже была своя АССР, Адыгейская. То есть это Адыгейская. Автономная просто. Да, сейчас она называется Республика Адыгея. Я там был не так давно, да всё, там Адыгея. Так вот, я специально выписал. Я сейчас полуфавитов засчитаю. Кавказские народности, живущие только на Кубани. Абхазы, аварцы, адыгейцы, азербайджанцы, армяне, ассирийцы, грузины, даргинцы, ингуши, кабардинцы, кумыки, карачаевцы, курды, осетины, лакцы, лесгины, турки, но турки не совсем кавказские, но всё равно они там исторические, чеченцы, черкесы, шапсуги, удины и химшилы. Вот такие удины и химшилы до сих пор не знаю, но посмотрел в Википедии, это древнейшие, древнейшие кавказские народы, такие там, три тысячелетия истории у них там. Менгрелы ещё, кстати. Вот, короче, это такой котёл, в котором они варятся. Я вот учился в школе, и у нас как-то был так называемый урок дружбы народов. Каждый ученик вставал и говорил, кто он по национальности. И у нас оказалось на 28 человек в классе, то ли 21, то ли 22 национальности. То есть, типа, по одной... Сколько всего в классе было 28? 28, да. Даже каждое твари не по паре. Ну да. Меньше. Вот, значит. И, ну, как у всех пацанов правильных, у меня была компашка. Такие три мушки, Тёра и Д'Артаньян. Д'Артаньяном был. Я был маленький, лопоухий, очень задиристый. Вот. У нас был друг Яша Бабунашвили. Не только у грузин, но ещё и еврей, к тому же, значит. Был Серёжа Саакян в компании, тоже понятно. И был человек, мальчик, Вова Тиссен. Тиссен, ну, как-то... Бабунашвили, понятно, грузин. Значит, Саакян, понятно, армянин. А Тиссен, ну и Тиссен. И вот, когда я задал урок дружбы народов, Вова встал и сказал, а я немец. Мы все там попадали. Как немец? Фашист. Какой фашист? Это какие годы были, получается? А это было... После войны 20 лет прошло. Все ещё ветераны были молодые. Молодые парни ветеранов войны. Я тогда был мелкий. Значит, и как... Мои предки ещё со времён Екатерины здесь. Вот Екатерина же подарила эти земли казакам, значит. И он же Краснодар назывался Екатеринодар. И мои предки тогда вот с первыми переселенцами сюда приехали, с тех пор тут живут. То есть, мои никакие не фашисты. И вот, когда это кто-то нам из... Ну, дети, они любят дразниться. Начали нашего Володю там типа фашист-фашист подразнивать. Мы вписывались втроём, грузин, армянин и я полулатыш за нашу Вовку немца и били им носы. Вот мы так жили. И когда... Но дело-то в том, что вот вся вот эта вот... Вся вот эта вот история, когда Пасха... Значит, Ловка был злитеран. У них в одно время Пасха. У меня, как бы я русский, у нас было... Ну, там через неделю, по-моему. И потом ещё у Яши Бабунашвили была своя Пасха, Песах. То есть, тогда это воспринималось нормально. Это было... Ну, тут мы их придём к Вовке, там это самое, конфет поедим, там, к Яше, там, и так далее, ко мне, там, и так далее. То есть, национальный вопрос тогда в вашей школе не стоял? Абсолютно не стоял, потому что, ну, как-то можно, ну, как это, когда 22 национальности в одном классе, ну, как... Но дело-то в том, что все вот эти вот, перечисленные мной народности, племена, они имеют историю, там, многотысячелетнюю отношений. То есть, и все эти отношения, по большей части, всегда были какими-нибудь, там, родоплеменными драчками, войнами, у всех свои претензии. Вот сейчас за Карабах бьют армяне и азербайджанцы. То есть, почитать историю, так, вроде армяне были первыми, потом там были, то самое, персы, потом, короче говоря, это всё варилось, 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 и у каждого своя есть историческая правда, у каждого народа, и эта война будет бесконечной. Но эта война сейчас, потому что мы наблюдаем сейчас активную, острую фазу, она будет долгой, вот как вы считаете, учитывая привиление настолько серьёзной... Острая фаза долго не будет, потому что ресурсы невелики ни одной, ни другой стороны, нет там многомиллионной армии и огромных, так сказать, финансовых ресурсов. Острая она не будет долго, но это как в Донбассе. То есть, была острая фаза, сейчас такие вялые перестрелки, многолетние. Ну, ведь здесь сейчас стороны утверждают, что пойдут до конца, а Азербайджан, как говорят политологи, не может остановиться, потому что иначе Алиев потеряет лицо, Армения, понятно, не сдаст свои позиции, потому что тоже потеряет лицо. И, в общем, как быть в этой ситуации, сказать сложно, потому что перемирие, судя по всему, никого не устраивает. Ну, я думаю, что, не, перемирие какого-то, будет прекращение огня какое-то, будет, когда кончатся патроны, то есть, у них же не бесконечные ресурсы. То есть, Азербайджан уже какие-то кусочки там откусил территории, но опять же такие. Ну, Армения отрицают, кстати. Здесь вопрос, что на самом деле правда, учитывая, что когда идет обычная война, идет война информационная, как мы хорошо знаем. Ну, да. Ну, Вадим, там же еще есть иная тема, ведь у Азербайджана есть тоже свой эксклав. То есть, вот, скажем так, азербайджанцы, ну, ладно, Нагорный Карабах, он как бы сейчас армянский, да, он армянский, оттуда выгнать полтора-ста тысяч армян, это не даст мировое сообщество, на это они пойти не смогут. То есть, не смогут устроить какую-то резню такую страшную. Они хотят просто отрезать его, забрать вот эти вот кусочки, которые соединяют Нагорный Карабах с Арменией, которые как бы исторически азербайджанские. Но между, я свой эксклав у Азербайджана, Нахичеван. То есть, Нахичевань, между Азербайджаном и Нахичеванем лежит Армения, опять же таки. То есть, там кусок, значит, Армении в Азербайджане, и кусок, значит, там с другой стороны. То есть, там же тоже подобный конфликт может вспыхнуть. Но я, в общем, не хотел бы сделать каких-то здесь прогнозов, потому что я хотел бы просто порассуждать на тему о дружбе народов. Да есть ли это дружба народов? Или это на самом деле такой миф? Потому что даже в советское время, в общем-то, некоторые вещи, наверное, подавлялись, но тем не менее, говорить о том, что вот дружба народов, вот она была, и она была такой, как мы ее, может быть, представляем, и как это было написано в некоторых книжках, ведь этого тоже не было. Была, была. То есть, вы верите, что в советское время дружба народов была? Конечно, конечно. Видишь, Вадим, воюет-то не народы между собой. Не Сережа Саакян с Яшей Бабунашвили носы будут другую чистить, а элиты. Но если мы посмотрим на отношения армян и азербайджанцев, там есть этнические факторы недоверия к национальности тоже, и с одной, и с другой стороны. Ну, знаешь, это как это самое, недоверение на уровне подтрунивания. А во дворе, когда на праздник садились, ставили широченный стол, Касандарь, Южный город, там люди с апреля по ноябрь живут на улице, ставили длинный стол, за которым сидели все. И я знаю, как армяне, грузины, азербайджанцы и так далее друг над дружкой подшучивали, подтрунивали. Кстати, я вот только перечислил вот этих только горские народы, а там же жили и евреи, и таджики-узбеки, и прибалты, и украинцев очень много, белорусы жили. Но это ведь все-таки субъективный опыт. Понятно, что и сейчас можем найти людей, которые собираются в многонациональной кампании, но это не снимает проблему, а проблема она часто есть, и она кроется в этническом национализме, причем не только в этом регионе, везде. Этнический национализм – это штука, которая есть всегда. Но дело в том, что она, если ее не эксплуатировать, специально не разжигать, не эксплуатировать, она сидит где-то там, а поделенное недоверие есть. Ну, есть бытовой антисемитизм у нас в Латвии. Ну, вот латыши, кстати. Да, у антисемитизма, по-моему, есть везде. Везде есть, да. Абсолютная универсальность. Ну, да. То есть, если это начать разжигать, можно дойти до Холокоста. А так-то жили немцы с евреями сотни лет, бок о бок, рядышком. И когда начался гитлеровский нацизм, они не могли поверить, что немцы, да мы с этим, с Гером, с Фрау, с соседями, мы же там за солью друг к другу бегаем. Как же можно, что они пойдут нас громить, а после этого сжигать? Но ведь опасность заключается в том, что почва есть, она всегда есть, просто вопрос в том, как ее удобрить. В общем-то, тот же Гитлер сыграл на каких-то национальных вопросах, на каких-то фобиях, но он эксплуатировал тему, что они забирают вашу работу и так далее и тому подобное. Но если бы этого внутреннего антисемитизма не было, наверное, у него бы ничего не получилось. Нет, антисемитизм есть, ты же сам сказал, что он есть всегда. Любое национальное определенное, ну народы разные, народы разные. Один крестится слева направо, другой справа налево, хотя один и другой одной национальности. А морды бьют друг к другу от души, так хорошенько там. Вся Европа в религиозных войнах была 500 лет, там жгли друг друга католики с протестантами. Хотя и те и другие французы, и те и другие немцы, и те и другие испанцы и так далее. Это тоже. Конечно, дело-то в том, что войны, войны, вот эти вот национальные войны, это начинает элиты. Советский Союз развалился не от того, что украинцы, простые украинцы, белорусы и русские захотели жить в разных государствах. Нет, Советский Союз развалился, потому что Борис Николаевич Ельцин хотел свалить Горбачёва и поиметь большую часть Советского Союза в виде России в свою власть. Ну, хорошо, но ведь войну в Афганистане начал не Борис Николаевич Ельцин, а война в Афганистане как раз была одной из тех, одним из тех факторов, которые подкосил Советский Союз. Нет. Да ну что ты. Война в Афганистане. Нет. Изматывающая война, которая больше 10 лет. Да нет, нет. Война в Афганистане… Ну, нельзя развалить монолит, если для этого нет… Где-то там отдельный контингент, где несколько тысяч воинов постреливают там с местными… Подожди, 14 тысяч человек погибли во время Афганской войны со стороны Советского Союза. За сколько там? С 79-го по 89-й. 10 лет. Ну, под полторы тысячи, это самое, в год, ну простите… Так это ещё и огромные траты, которые всё-таки союзные. Ну, на Донбассе за первые два года столько погибло. На Донбассе за первые… Я сейчас только советскую сторону посчитал, и только военнослужащих. Мы мирных сейчас не брали в афганской войне. Ну, мы же говорим, от чего развалился Советский Союз, Советский Союз… Ну, это один из факторов, наверное. Ну, факторов было много. У нас звонок есть, примем его, наверное. Давайте. Надевай наушники. Да. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Янис. Вадим, наверное, поправленный Ельцин, а Горбачёв всё-таки вы два раза оговорились. Нет. Почему? Я имел в виду, мы как раз Ельцин обсуждали уже после. Если вы имеете в виду Афганистан, то я знаю, что он начинался при Брежневе, а закончился при Горбачёве. Нет, так что я не оговорился насчёт Ельцина. Да. Я тоже поддержу, значит, как бы Горбачёв, что всё-таки начинают войну элиты, так как, посмотрите, отродясь вся история, если взять, то всегда во главе стояли люди, которые заканчивали либо военное училище, либо военные. военные. И поэтому по-другому они конфликт решить не могут. Да. Сейчас, наверное, воины не такие как бы глобальные. Раньше как две элиты поругались, что будем делать? Воевать. Всё. Поэтому как бы всегда во главе стоят люди, которые были военными. Из-за этого у нас и война. Спасибо. Да, спасибо. Ну, не всегда, кстати, стоят ведь люди во главе, которые были военными. Нет, нет, нет. Нет, ну, когда-то дворянство, оно было военное по определению, то есть когда император всей Руси тоже имел чин. То есть дворяне были военные по определению, то есть это было условие дворянской службы, когда всегда военные. То есть в этом плане да. Но сейчас нет, сейчас отлично сидят. Главное, что воины таких времен, допустим, средних веков, они были более честны, чем сейчас. Почему? Вот, допустим, у тебя одно княжество, у меня второе княжество, мы с тобой повздорили и пошли на битву, пошли биться. Так вот ты выйдешь впереди с троя на белом коне, по правую руку у тебя старший сын, по левой младший сын. И я так должен выехать. В бункере мы не отсидимся. То есть если мы решили с тобой воевать, то в случае проигрыша тебя, твоей стороны, ты знаешь, что тебе отрубят башку и всему твоему роду до седьмого колена. Так было принято. То есть война была честная. А сейчас-то они сидят у себя в бункерах, тихонечко там. Да, можно из бункера достаться. Под охраной. Ну как? Меняются какие-то вещи. Для этого надо брать Берлин, чтобы из бункера достать. Можно взять Милошевича, например, Саддама Хусейна, их же достали. Сдать Милошевича и после этого уморить, а после этого не найти у него там никаких судей. Я имею в виду, что проигравшая сторона часто, в общем-то, не всегда законно, но часто показательно. Ну, редко, редко. Ну, он это самое. Турчинов развязал войну в Донбассе, и он сейчас себя прекрасно чувствует. Я думаю, что… Но здесь вопрос, кто проиграл, кто нет. Соответственно, если как-то замороженный конфликт, это превращается и так далее. В этих межнациональных войнах нет выигрышей, нет проигравших, потому что, ну, хорошо, хорошо, ну, хорошо. Ну, формально, наверное. Азербайджанцы возьмут Степанакерт. Дальше что? Ну, если возьмут Степанакерт, я думаю, что символически они тогда победят в этой конкретно фазе войны. Да, но это не закончится. Дело в том, что… Нет, не закончится. Вот эти вот межнациональные, особенно кавказские, балканские войны заканчивались только останавливаясь. Они не заканчивались, они останавливались. Только при сильной власти. То есть, сколько лет замеряли чеченцев? Чеченские войны, вот, кавказские войны, почитайте классику, там, Лермонтов воевал на этих кавказских войнах. То есть, ну, когда восстановилась серьёзная имперская российская власть, ну, перестали между собой воевать. Ну, в общем, есть точная вера, что просто залили деньгами, соответственно, купили Кадыровы, купили Чечню и, соответственно, таким образом восстановили войну. Ну, совершенно верно. Я вот тут лет, наверное, 20 назад спорил со своим приятелем, он как бы тоже, типа, да пускай-то Чечня валит отсюда, значит, из России. Хотят жить отдельно? Пускай живут отдельно. Говорю, ребят, подождите. А там же ещё сколько? Там же Осетия, Абхазия, Аджария, там же вот это самое Адыгея в Краснодарском крае. Но начнётся развал вот этого всего, то, что там живёт, вот этого многонационального, где десятки этих кавказских народностей и других тоже. Они же перемешаны. То есть, вот у армян оказалось, что Карабах и их эксклав за границей находятся, а между ними лежит Азербайджан. То есть, и у Азербайджана оказался на Хечевань, на Ачибе. То есть, там же и всё вот так перемешано. Если начнётся парад суверенитетов там, вот там запылает, так запылает, потому что это надо будет, это же через полосица такая, и припомнятся все древние обиды, как в 15 веке до нашей эры, это самый, Ашот у Абрама Казу украл. То есть, на таком уровне всё вернётся. Давай ещё звонок примем. Давай. Да, здравствуйте, как это было? Здравствуйте. Здравствуйте. Я так рада, что звонила с неё. Я очень рада, что вас интересуют, конечно, наши братские страны, но меня больше всего интересует наша Латвия, наша Рига. Вы знаете, какое у нас безобразие отвориться вообще в Кенгорах с нами? У нас дворники сами уходят в отпуск и оставляют за себя бомжей. Вадим, да, какой вопрос у вас? Вот у нас, скажите, пожалуйста, как... наказать в Кенгорах с нами. И когда прекратится вот это безобразие? Да, спасибо. У нас есть программа «Добро пожаловаться». Позвоните, пожалуйста, в эту программу. Она в формате как раз обсуждения городских коммунальных тем. И тогда, возможно, вы получите ответ на этот вопрос. Сейчас мы не делаем перерыв. Без перерыва мы работаем. Да? И тогда продолжаем принимать ваши звонки. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый день. Да, слушаю вас. Вот хочу вам сказать, что когда начиналась эта вся эпопея, наверное, у армян страшное дело, какая обида на азербайджанцев, потому что я была в туристической поездке. И вот несколько раз... Алло, вы слышите? Да. Пожалуйста, задавайте вопрос, чтобы гость мог ответить. И вот несколько раз такие были выпады от армян. Вот мы едем в Тбилиси. А седой-седой водитель. Там пасутся Атара и проклятые пастухи на азербайджанцев. Вот я только прилетела и на автобусной остановке ночью сижу, подошел там таксист. Меня звать, я говорю, я транспорта дождусь общественного. И зашли... Простите, вопрос у вас какой? Этот таксист – проклятые пастухи. Да, спасибо вам. Но, тем не менее, наверное, можно эту реплику нашей ждиослушательницы как раз отнести к тому, что дружбы народов-то не было никогда. Вроде бы была. Была. Я у тебя сейчас такую вещь расскажу. 66-й год. Я ученик первого класса. В мае месяце катастрофа в Узбекистане. То самое ташкентское землетрясение. Правда, им сильно повезло. Сначала было несколько небольших... А это было в 5 утра. Все спали дома. Сначала было несколько небольших толчков. И они все выбежали. А потом катастрофический толчок такой... И все разрушили. Когда весь Ташкент сложился. Весь Ташкент упал до плинтуса. То есть там был разрушен 90% жилого фонда. А тогда в Ташкенте жило что-то, по-моему, 1700 народу. Может, ты тогда кто-то там считал, с какими пригородами. Короче говоря, миллион народа осталось без крова. И вот мой Краснодар. Начали прибывать. А я жил на улице Железнодорожная. Которая, собственно говоря, своим названием определяет. Она рядом с вокзалом. И товарной станции. Большой товарный узел. Там и пассажирский вокзал. И вот туда стали прибывать эшелоны с беженцами. Буквально через пару-тройку дней. С беженцами оттуда. Женщины и дети. Мужчины остались на месте. Там восстанавливать город. И вот эти женщины и дети. Они выходили. А в чем они были? В том, в чем выбежали. Хорошо, это был май. В Краснодаре жарко. И не надо было там зимние одежды. Но они кто в чем? И вот они с этих поездов им какие-то одеяльства выдали. И вот они выходят. Их разбирают. У нас на месяц распустили в школу. Их поселили в школу. На месяц у нас кончили занятия. Раньше кончили занятия. И когда он с нами создавался дом. Тетверхэтажный большой кирпичный дом. Многоквартирный. Там еще окна не успели вставить. Их туда заселили. Их разбирали по всему Союзу. Их провалили в основном в южные города. Волгоград, Астрахань. Но где тепло. Потому что их в Мурманск не отправишь в одеялах. В одних платьицах. И сотни тысяч этих людей весь Союз разобрал. И начали бегать по нашим улицам маленькие узбекские дети. Мальчики, девочки, кстати, они по-русски практически не говорили. То есть очень мало кто из них говорил по-русски. И мы, краснодарцы, вот допустим, школа организовала, ребята, у кого дома есть какая-нибудь личная одежда, кастрюлька, тарелка. Это же 60-е годы. Это сейчас у каждого там полно барахла дома лишнего, что можешь половину спокойно вынести и отдать. А тогда у меня были одни штаны, две рупашки и одни штаны, одни стандалии. В общем-то, не шибко много. Так вот мы их собирали. Я помню, мы с мамой перебирали посуду. Мама говорит, надо. Так, у нас... Вот без этой кружки мы можем обойтись? Можем обойтись. Давай, значит. Я собрал коробку, и вот мы отдавали вот этим ребяткам. Потом, ну, им же как-то они обжились за лето. Вот. Но им, значит, в сентябре надо в школу идти, этим маленьким детям. Но они, кстати, очень... Вот эти узбеки, они очень восприимчивы к языкам. Вот эти ребятки за лето худо-бедно русский язык выучили. Ну, так, на уровне простого общения. Но надо идти в школу, а куда? Ну, естественно, в русскую. Никто там узбекских школ за это время сорганизовать не успеет. И в наш класс, по-моему, 3 или 4 вот этих узбекских школьника пришли. И мне дали, поскольку я в этом был в арифметике силён, мне дали в шество узбекскую девочку. Я её учил русскому языку и арифметике после уроков. То есть вот так было. И что ещё было? На той же улице Железнодорожной рядышком, каждые 2-3 дня в первый месяц играла музыка, духовой оркестр. Это грузились на эшелоны, на платформы, вагоны, грузились строители, прямо там, с экскаваторами, бульдозерами, со всеми кранами, всё, что там было. И эшелонами ехали туда. В Краснодаре на 2 года остановились все стройки практически. Просто остановились все стройки. Ну и где-то года через полтора-два стали приезжать мужчины за своими семьями. То есть типа мы отстроили дом, мы отстроили дом, мы отстроили дом. То есть и забирали. Мы-то подружились вот с этой девочкой и с её семьёй. Мы подружились. Если они ходили к нам на борщ в гости, а мы к ним на плов. Вот такое в современном Европе, такое может быть? Да я думаю, что может быть, потому что речь идёт, народ всегда и люди всегда объединяются, когда происходит какая-то беда. Я думаю, что это не политический, а человеческий факт. Мы отлично видим, как вот этих вот беженцев с горящего Ближнего Востока держат за колючей проволокой в палатках-логерях уже который год. Мы отлично... Ну не всех держат. Посмотри, как Германия, например, она, в общем-то, принимает очень многих людей. Ну и союзы, я думаю, что тоже. Мы, понимаешь, мне кажется, очень часто подменяем некие субъективные воспоминания о том, что было, и выдаём это за некий абсолют. Конечно, есть и такие вещи, но есть и что-то не очень хорошее. Вопрос объективного восприятия того, что было и того, что есть сейчас. Я ещё добавлю. Потому что и тогда не идеально, и сейчас. Я ещё добавлю. Давай звонок примем потом? Ну давай. У нас звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, добрый день, Алина. Да, Алина, задавайте вопрос. Да, по поводу дружбы народов. Одну маленькую фразу скажу. Вот дружили много десятилетий назад четыре девушки. Они поступили в отличный московский вуз. Одна из них была в польских кровей, одна чисто русская, одна армянских, а другая грузинских. Это в картине большой дружбы народов один маленький кусочек, вот как смальту составляют. Вот это пример дружбы народов. И ещё один момент. Да, вопрос задавайте, просто мало времени, чтобы гостюх ответить. Вот это дружба народов, по-вашему? Да, спасибо. Дружба, конечно. Я ещё расскажу. Лет десять назад я попал в Ташкент. И меня пригласил один товарищ на праздник большой. У него родился внук. И заехали на машине. Это большая радость у узбеков. И приехали мы в район типа Порцемса. Такие же там многоэтажки, и кафе такое построено, советских времён. Называлось Кострома. Я только слушаю и говорю, а это, в Ташкенте название Кострома, как-то оно, значит, вот, и знаешь, это, говорит, построили в 60-х годах, когда, и тогда, говорит, несколько районов по Ташкенту построили, и строили эти строители из разных городов. У нас, говорит, этот микрорайон назывался Кострома, вот, то есть, на спортом, он назывался Кострома, здесь Костромичи работали. А там дальше есть Волгоград, а там дальше Астахарь, есть и Краснодар. То есть, сейчас уже улицы, и улицы там были такие. Сейчас их переименовали, да. Ну, дружба народов кончилась, улицы переименовали в свои, хотя их называли именами тех, кто их строил, да. Но вот кафе, историческое название осталось, и вот тем, кому 50+, говорит, мы это всё помним, мы это знаем, что весь Союз приехал, восстановил. Вот дружба народов, Америка один народ, как бы плавильный котёл, все один-один, ну, кроме чёрных, кроме БЛМ, да, значит, а восстановили после урагана Катрина... Новый Орлеан несчастный? Нет. Я был в Новом Орлеане после урагана Катрина, но восстановлен. Ну, господи, сейчас есть фотографии, брошенные целые районы вот этого, где пронёсся ураган, до сих пор стоят это всё в разрухе. Но я в Новом Орлеане был, правда, сам, после Катрины. Ну, может, ничего там страшного не случилось. Может, ты гулял по Центу? Я там долго был. Долго был. Не производил впечатление абсолютно разрушенного города. Я был, кстати, в первые годы после урагана Катрина. Ну, это вопрос, опять же, как мы рисуем объективную или несубъективную картинку. Ну, понятно, что всё, скорее всего, гораздо сложнее, потому что и не идеально, и не может быть, когда мы хотим показать, что это всё совершенно какая-то полная разруха, в зависимости от того, симпатизируем или несимпатизируем эту или иную страну. Идеала не бывает. Идеала не бывает. Но при слабой власти, центральной власти, приходят на местах властные элиты, которые хотят свой кусок оторвать. То есть, как говорится, каждый то самый республиканский там второй секретарь хочет стать всесоюзным первым. То есть, иначе это деление Советского Союза на куски, разрывание по национальным окраинам, это произошло именно из-за этого, потому что с логической стороны точки зрения отрываться полностью от Союза, ну, какой смысл? Значит, что где-то была, условно говоря, это слабая ахиллесовая пита, ведь просто так же не рвут, согласись, если всё хорошо, если сильная, не знаю, власть, если вот та самая пресловутая дружба народов, почему все захотели? Властья слабая, и мелкие элиты начали рвать. Ну, значит, что-то было не так, значит, было где-то запрограммировано, это слабая точка в этой системе. Была, да. Америка пока Соединённые Штаты пока Соединённые Штаты не растут. А вот Соединённые Штаты мы сейчас ещё посмотрим, что там после выборов будет. Но Трамп сказал, что не отдаст власть. Вот, 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 это 50 на 50, сейчас они поделятся, мы посмотрим, что сейчас творится, то есть, у меня же как бы дочки с внуками живут в Калифорнии, рядом с Сан-Хосе, но в Сан-Хосе они туда не ездят, потому что там, туда ездит страшно, то есть, там власть ослабла, и вот, пожалуйста, центральная власть ослабла. И начинают появляться лидеры, которые хотят оторвать себе кусок. Это не Джон в белом, там морду до дуга бьют. Ну, что, сепаратистские настроения в Калифорнии сейчас? Ну, там сепаратистские настроения внутри страны самой, то есть, там, там, скорее, поляризация сейчас по линии Трампа. Там, как белые с красными, то есть, когда, отчего началась гражданская война, от того, что имперская власть слабая, император самоудалился, в власти пришли либералы, и понеслось. А до этого, кстати, конец 19-го, в середине 19-го до начала 20-го века на Кавказе был мир-да-гладь. Никто там не воевал. Подожди, ты сказал про либералов, но ведь, как раз, мы наблюдаем сейчас кризис в Соединенных Штатах, он связан с Дональдом Трампом во многом, а Дональд Трамп точно не либерал. Это как раз республиканская партия, да и сам Дональд Трамп, в общем-то, выступает на позиции консерватор. Получается, что ослабил-то власть именно консерватор, а не барак. Ну, не императора же все-таки. Да, ну вот если так. Либералы, либералы приняли отречение у Николая Второго, и вот тогда началась заваруха. То есть, когда ослабо, слабый, беспомощный царь власть отдал, кому? Пожалуйста, вот этому временному правительству, временный правительству, в нем началась полный беспредел. У нас еще звонок. Да, здравствуйте, как вас зовут? Вопрос, пожалуйста, а вот что не так в прославленном плавильном котле американском? Спасибо. Как вы думаете? Что не так? Что не так? Плавильный котел американский, он не такой же плавильный на самом-то деле. Просто там загоняли, заметали мусор под коврик, мы видим, что вот это черное меньшинство, скажем так, там немного, это, по-моему, процентов 15 всего по населению, они люди, которые поколениями живут в своих гетто. Из них выбивается, так сказать, в остальное общество единицы черных, а остальные живут в гетто. И в этом гетто они варятся. То есть, сейчас крышку срывает, ослабело, что там было, помнится, когда там свобода Анжели и Деюс, тогда все эти черные бунты подавляли жесточайшим образом. Опять их загоняли в гетто. Это опять заметали под коврик. Сейчас власть... Ну, расизм еще в 70-е, кандалеза Райс, кстати, с этим сталкивался. Да-да-да-да-да-да. То есть, когда полетел Гагарин в южных штатах США, еще были места в автобусах для белых и для черных. Да-да-да-да-да. То есть, это было так. Но это пока заметалось под коврик, и проблема-то не решалась. Черные, это меньшинство, они не социализированы. Они не социализируются. Я вот и говорю, что ты был в Новом Орлеане, а я был два года назад в Сан-Франциско. И в Сан-Франциско выглядит так. Вот центральная улица, типа нашей Бривибос. Рестораны, бутики, отели, все хорошо гуляют. Дорогие автомобили гуляют, дамы, джентльмены хорошо одетые. И отойдешь три квартала, три квартала всего. Это как вот от Бривибос до Чака. А там уже гетто. Можно взять Нью-Йорк, в котором я много раз был. И, в общем-то, там Гарлим на Манхэттене. Да-да-да-да-да-да-да. Хорошо на этой сегрегации. Совершенно верно. Вот оно, пожалуйста, вот то, что пока все хорошо, пока их там подкармливают, пока власть сильная всем этим разжигателям, поджигателям и прочим не дают развернуться. Все кажется чинно-культурно прилично. Но о том проблема нерешаема. Это грузин с армянином может играть в фильме Мимино вместе. Вот. Фильм Мимино. Классическая дружба народов. Ведь Данелий правильно снял. Он правильно снял. И вот эти макартычанские кабидзы были друзья-друганы. То есть, что им делить? Они живут в большой стране. Хорошо, но даже на уровне диаспор, опять же, этнических видно, как в той же Москве, в крупном городе, армянско-азербайджанская диаспора, они не взаимодействуют практически между собой. Или мы возьмем... Но не воюют. Ну, воюют они, слава богу, не в Москве, в общем-то, но они... А почему они в Москве не воюют? Ну, вообще, посмотри, на самом деле, как эти гетто, как эти землячества, в общем-то, они формируются на постсоветском пространстве. Все так же, как я не идеализирую Америку, и там действительно очень четко выражено это деление, и вообще там очень сегментировано все это. Ты, допустим, идешь по Нью-Йорку, с Манхэттеном переходишь дорогу, и оказывается в Чайна-Таун, где одни китайцы, фактически, и там очень четко эти районы определились. Да, да, совершенно верно. То есть, в моем любимом городе Краснодаре, в городе детства, не было районов. Ну, это другая политика. Единственный, кто действительно имел то самое... Вот было, единственный, кто там имел именно свою общину, свое землячество, и, так сказать, не впускал никого туда, и оттуда никто не выходил, это цыгане. Но цыгане – это особая статья, они... во всем мире такие. Впрочем, они не худе гранили. Еще звонок у нас. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня Петр зовут. Да, Петр, слушаю вас. Ну, вот я в интернете слышал одного очень умного политолога. Он сказал, ни одна республика, отделившаяся от СССР, не говорит спасибо русскому народу. Вечные претензии. Значит, сами безграмотные были. Их русские... Давайте не будем, да, всех... Я вас отключаю. Давайте не будем... оскорблять целые народы, что вот они безграмотны, мы вот такие... Ну, как они могут сказать спасибо, если тогда возникнет вопрос, а почему мы отделились? Мы что, стали лучше жить? Ну, вот, вот сейчас идет такая махровая антисоветчина, вот, а всюду, даже в России, и в России самой, махровая антисоветчина, что надо обгадить, обосрать все советское прошлое. Зачем это делается? А я объясню, зачем? Если сказать, что советское прошлое, это был великий рывок великой страны от лаптей до космоса, что на самом деле и было, то есть, великие победы, великие достижения, то есть, если это признать, то возникнет запрос, а что мы за последние 30 лет сделали такого? Мне кажется, это немножко упрощенный подход. Не-не-не-не-не. Ну, подожди, я, конечно, схематизирую, я, конечно, схематизирую. То есть, предыдущий, как это, как муж, жена ушла от мужа, муж бросил жену, значит, если она будет рассказывать, что какой он был хороший, тогда зачем же он тебя бросил? Как же он тебя бросил, если он такой хороший был? Нет, она должна его ругать, что он был плохой. Подожди, из Советского Союза вышли другие республики, они этого хотели. То есть, Советский Союз их не бросал, он не смог их удержать. В этом существенная разница. И мне кажется, что часто еще... Вадик, 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 ну, ладно. Если бы, если бы не этот алкоголик Борис Николаевич Ельц не затеял развал Советского Союза, именно чтобы отделить Россию, именно отделить. Россия – это первое вышлое из Советского Союза. Ну, тогда, кстати, Михаил Сергеевич был первым и единственным президентом СССР. Да, какой праздник отмечают россияне 12 июня? Ну, День народного единства они отмечают или что? Да, День народного единства. А в честь чего они это отмечают? Ну, продолжаем. В честь того, что в 90-м году, в 90-м году, 12 июня, значит, Верховный Совет СССР принял, значит, сейчас не назову точно, но, короче говоря, принял свой декрет о независимости, принял решение, фактически, о выходе из Советского Союза, автономии от Советского Союза. Если бы не Россия в 90-м году, весь этот парад суверенитетов 91-го года не произошел бы никогда. Но Союз уже был неконкурентоспособным. Да, ну, ладно, неконкурентоспособен. Ну, как, у тебя сколько ГКЧП пытались его сохранить, но не получилось. В общем-то, они, скорее всего, даже ускорили все это дело. Совершенно верно. Потому что элита, элита, уже в 90-м году вышла, российская элита, вышла фактически из Советского Союза. Это вот как... Ну, элиты же тоже чуют. Они как флигеры. Они понимают, когда система уже дает сбой. Советский Союз уже не был той конкурентоспособной модели, за которую следовало держаться. Не согласен с этим? Нет. То есть, он развалился по естественным причинам. Нет. Нет. Естественные причины. Что такое естественные причины? Не урожай. Естественная причина. Экономическая неконкурентоспособность. Было видно, как живет Западный мир и как живет Советский Союз. Ну, и отвалившиеся вот эти вот республики стали жить как Западный мир? Ну, а ты считаешь, что сейчас они живут хуже, чем мы жили тогда? Хуже. Украина 100% хуже. Средняя Азия намного хуже. То есть, более-менее... Ну, почему же тогда не тянутся обратно? Ну, если тогда жили лучше, почему не тянутся обратно? А кому они нужны? А кому они нужны? А желание, ты видишь это? Ну, вот есть у кого-то из бывших республик желание вернуться в Советский Союз? В ту экономическую модель? Экономическую, социальную, дружную, давай не путать мягко и стёплым. Значит, экономическая модель китайская, китайская, кстати, тоже... Ну, это совмещенно с капитализмом. Да, да, да. Это вообще не коммунистическая история. А почему нельзя было реформировать советскую экономическую систему? Между прочим, Советский Союз был... Ну, не смогли, наверное, тогда получать. Да нет, не в этом дело. Делили власть, рвались к власти местные элиты. Вот и всё. Центральная власть, а слабо пришёл в ополухе меченый дурачок Горбачёв, который за пять лет сумел развалить всю систему центральной власти. Ну, хорошо, тогда получается, что это за система, если её разваливает один человек? Хорошо, два. Горбачёв и есть. Ну, в Америке что это за система, когда сейчас страна расколота на дворе и на пороге гражданской войны и каждый день там убивают людей на площадях и так далее, калечен. Ну, слушай, это риторика из серии, как бы, да, мы видим, что происходит в Америке, это не идеальная страна, я абсолютно не собираюсь выступать её адвокатом, но если вот так из серии, знаешь, это риторика из серии «у вас негров бьют», ну, правда. Как раз нет. Дело в том, что любая система имеет свои колебания. Россия – это континентальная империя. Россия всегда, всегда, как прилив-отлив, она всегда расширялась, сужалась, расширялась, сужалась. Это континентальная империя именно так и существует. Ну, допустим, морская империя, Британия, мы можем задать тебе вопрос, то есть, ещё всего-навсего, там, полвека назад, ну, 70 лет назад, над Британской империей не заходило солнце. А чего она сейчас сузилась до единственного островка, там, где-то там в Европе, такая великая империя? С чего вдруг? Какие были империи? То есть, Россия, да, немножко сузилась, да, остались на… Причём, сузилась она сама. Не то, что вот это центробежное, значит, стремление всех этих республик её разрушило, вовсе нет. Она сама отхлынула, она сама сузилась. А вот те, что остались там, ну вот, то, что мы имеем, что имеем. На Украине война, значит, на Кавказе война. И… Давай ещё звонок успеем принять, наверное, сколько у нас осталось? Минуты две, да, показывает звукорежиссёр. Так, здравствуйте, попросим вас очень коротко задать вопрос. Алексеев во всём прав, а вы, Вадим, во всём неправы. До свидания. Хорошо, комментарий, да, понятно. Вадим, может быть, не думает так, как я, но он мне обязан опанировать, это его журналистская обязанность. Да, ну что ж, будем тогда заканчивать наш эфир. Ну что ж, спасибо, Юрий Алексеев, журналист, главный редактор портала «Имхаклаб.ЛВ» был сегодня в гостях в программе «Разворот» на радио Балку. Последнее слово можно? Да, буквально 30 секунд. Как человек, которого судят за разжигание национальной розни, я могу сказать, что дружба народов была. Ну что ж, на этом мы и закончим. Спасибо.